Полный контакт с Владимиром Соловьёвым И у нас в эфире доктор Сосновский. Александр Викторович, приветствую. Вы анонсировали много-много интересного, так что я с нетерпением жду. Доброе утро, Владимир Рудофьевич. Ну тут сколько они анонсируют, всё равно места будет мало. Но самое основное, пожалуй, то, с чего стоит начать, это, конечно, процесс по делу Генриха XIII. Мы достаточно много, конечно, смеялись и издевались над этим человечком, который называет себя Генрихом XIII, который возглавил вот это восстание или этот несостоявшийся путч рейхсбюргеров. Но на самом деле всё оказывается достаточно серьёзным. Я сам много так ёрничал, иронизировал по этому поводу, но вот внимательно ознакомился с тем, что можно ознакомиться, что находится в прессе. И, знаешь, выглядит это действительно, может быть, как оперетка, но на самом деле это действительно готовился серьёзный путь. К сожалению, в истории Германии уже были события, которые очень часто выглядят... Ну, пожар какой-то там состоялся где-то там в здании Рейхстага. Ну, пожар и пожар. А окончается всё это очень плачевно. Вот и в этом случае сейчас стали разбираться... На скамье подсудимых сидят около 30 человек. Во главе этот Генрих XIII. Он действительно дворянин, он действительно принц по своему положению. У него свой замок, который он использовал для того, чтобы его группы, боевые группы, чтобы они там тренировались, чтобы они там готовились. Эти группы были распределены на три части. Одна часть это была политическая, то есть это идеологи, которые занимались подготовкой такой платформы, идеологической, ментальной, для того, чтобы донести до населения, в случае, если путь удастся, они были уверены, что он удастся, свои идеи. Вторая группа, это была группа материально-технического снабжения. И вот эта группа, это работало она типично по-немецкому. Были составлены списки практически на всех тех, кто должен был участвовать в этом заговоре. А там было несколько сотен человек. И в этих списках не просто фамилия, там, Генрих такой-то, или там, Пабло такой-то, а были четко выписаны, значит, кто и как. Ну, я уже не знаю, там были написаны явные фамилии, то есть настоящие фамилии или поддельные. Но для каждого было подобрано обмундирование, были записаны размеры, обуви, одежды. Было расписано, кто какое оружие получит. Вот это материально-техническое снабжение, это отдел материально-технического снабжения. То есть такая секретность по-немецки, да? Типичная секретность по-немецки. Когда ее вскрыли, оказалось, что там и расследовать ничего не нужно. Там уже есть все списки, все расписано, где у кого, и даже по размерам действительно... Ну, это действительно тяжело в это представить, но действительно, по крайней мере, СМИ, которые об этом пишут, они пишут именно так, что все было расписано подробно. Ну и, конечно, боевые группы, которые возглавляли несколько человек, имеющим отношение к зондеркомандам. Ну, зондеркоманда — это не из этого времени, но к специальным командам, которые... Военным командам они участвовали в различных операциях по освобождению заложников, в военных операциях. То есть это такие, я бы сказал, немецкие особисты, имеющие очень хороший практический навык обращения с оружием, с заложниками, взятие различных объектов, подрывы и прочее, прочее, прочее. Но по званиям они были не очень высокие, там самое высокое звание, у одного из них это было подполковник, но в данном случае звание... Это никакой роли не играет. Да, это абсолютно не играет никакой роли. И вот это сейчас все это рассматривается. План у них был действительно, это уже подтверждено, он был достаточно такой, ну, я бы сказал, действительно настоящий такой путчевый. Они думали, что им удастся через подземные ходы под Рейхстагом, а там, я уже рассказывал про это, там кроме тех, которые официально используются, есть еще масса, конечно, проходов, которые закрыты, которые неизвестны. Они достали планы, у них были готовы эти планы. И по этим ходам они собирались проникнуть в Рейхстаг и арестовать во время одного из пленумов, арестовать практически всех находящихся там депутатов. У них предусматривалось, в том числе, предусматривались экзекуции. То есть они предполагали, что те, кто откажутся, должны быть уничтожены. Ну, по-немецки говоря, расстреляны. Были составлены графики, как это могло происходить и как это должно было делаться. А Генрих XIII должен был стать главным вот во всей этой истории. Они рассчитывали, что их кто-то поддержит? То есть как они это видели? Вот это, Владимир Удольфович, самый основной вопрос. Сейчас следствие пытается с этим разобраться. Вероятно, были какие-то связи. Я думаю, они тянулись достаточно далеко и в силовые структуры. И, видимо, вот это сейчас они пытаются разобрать и это понять. Потому что они были построены абсолютно по такой невоенизированной, абсолютно военной жесткой структуре. Они давали присягу, каждый из тех, кто давал присягу, клялся, наверное, с принцу. Ну, в общем, выглядит опереточно, но если бы состоялось, то это было бы второй поджог Рейхстага. И неизвестно, чем бы все это закончилось и как бы все это прошло. Ну, вот сейчас все это обсуждается. Нет, нет, но они же... Подожди, исходя из того, что был расписан очень четкий план действия, ясно, что не хватает какого-то элемента. То есть, ясно, что вот они увидели острие заговора, да? Но дальше они же понимали, что против них начнут действовать. То есть, это значит, они рассчитывали, что их должна поддержать пресса, их должны поддержать где-то силовики. То есть, кто-то что-то должен организовать массы. Потому что пока то, что ты описываешь, это глубоко продуманная операция. То есть, это уже не клоунада. Напомню про заговор Штауфенберга. Ну, не хочу сравнивать, это разные совершенно события. Но заговор тогда не удался по одной простой причине. Что те военные подразделения, которые должны были в случае удавшегося покушения на Гитлера вступить в бой и арестовать правительство и прочее, прочее, они как раз не вступили. Потому что те военные, которые, там были генералы, в том числе генерал фон Бок и многие другие, которые могли, но не вступили. Я предполагаю, у меня нет таких сведений, но я предполагаю, что здесь ты прав. И, конечно же, были, наверное, группы, может быть, даже и подразделения, которые, это не значит, что целые подразделения знали о том, что произойдет. Достаточно было командира, который должен был отдать приказ. Мы очень хорошо понимаем, что вообще в армии приказы выполняется, в немецкой армии тем более. Поэтому, если какой-нибудь там оберст или там какой-нибудь оберст-лейтенант дал бы команду, мы там нашей танковой дивизии или нашей группе там стрелков горных, мы выдвигаемся для того, чтобы совершить то-то и то-то, они бы это сделали. То ли удалось немецким спецслужбам вовремя все это приостановить, то ли от нас, скорее всего, пока еще скрывают. Вот весь этот размер и объем того, что происходило, и того, как это все заготавливалось, я думаю, что мы будем в процессе этого дополнительно что-то узнавать. К счастью, вот эта идея о том, что за этим стоят русские, она потихоньку ушла и уйдет окончательно. Там, помнишь, в самом начале ведь была такая идея, что вот он через свою даму сердца, которая оказалась русская, обращался чуть ли не в посольство за средствами, но потом все поутихли. Ну, это чушь собычей. Да, этот эпизод остается, но он абсолютно такой обычный, в плане такой стандартной русофобии, он всегда возникает в любом состоянии. Но ведь это же не первый заговор, ведь до этого тоже были вскрыты в свое время ячейки в силовых структурах таких сторонников ультрадвижения. Да, да, да. Совсем недавно это было, и это до сих пор продолжается в полиции, и в особенности это касается как раз именно частей специального назначения, которые, в общем-то, занимаются тем, что они проводят силовые различные операции. Действительно, были там скрыты случаи, не просто отдельные случаи, а целые такие линейки, когда люди по идеологическим соображениям, правонационалистическим, даже правоэкстремистским, они собирались в отдельные группы, они вели свои чаты в Телеграме, в Ватсапе. Эти группы были вскрыты и вскрываются еще до сих пор. И ни для кого не секрет, что в особенности в различных силовых структурах до сих пор существует вот это распространенное течение такого объединения людей по своим правонациональным взглядам. Левых там практически нет. Левые существуют как отдельное, тоже экстремистское течение. Они совсем не лучше правых, просто у них идеология другая, а цели у них практически те же самые, достигают они одними и тем же способами. С силой, давлением, насилием и прочим, и прочим. Но вот это вот действительно совсем не новое. Мы все за многие годы спокойной жизни привыкли, что Германия такая спокойная, размеренная страна. Забыли уже про эти отряды РАФа, забыли про эти террористические группы, которые существовали. И до сих пор еще не все вынували. Ну это значит, да, но это значит, что есть совсем другая Германия. Не Германия Бейербок, не Германия Ливерной колбасы с хрящиком, не Германия Писториус, а те, которые их всех презирают и готовы их снести. И хочу напомнить, что еще не так давно казалось, что никакие путчи невозможны в Германии. Напомню, что еще не так давно, лет 100 назад, казалось, что выйдя после Первой мировой войны, став такой демократичной, где все бурлит. Германия навсегда отказалась от жуткого милитаризма Кайзера и очнулась, да? А потом появляется какой-то смехотворный из гей-пабов человечек с усиками, который берет за руку старого боевого генерала и выходит с пивным путчем. И все говорят, ну это пустяк. А через несколько лет этот пустяк становится ужасом мира. Да, это именно так. Я сейчас перейду к следующей теме, которая этого касается. Но что касается человеческой с усиками, то я хочу напомнить, что появился он не сам по себе и не в одиночку. Конечно. Достаточно напомнить хотя бы его связи в Великобритании и связи вообще о гитлеровской Германии в Великобритании, откуда шла мощнейшая поддержка на самом высоком уровне, включая лордов, перов и прочих всех, и в том числе королевской семьи. Поэтому, в общем-то, все это была такая задумка, которая хорошо была реализована и очень красиво была реализована, в силу того, что были даны средства, деньги. Ну и, конечно же, на фоне недовольства, на фоне последствий после Версальского позорного для Германии соглашения, когда Германия потеряла все, нужно было найти только повод. Ну, повод нашли в лице жида большевиков, в лице тех, кто как бы забирает у народа последнее. А поскольку народ действительно находился в тяжелом состоянии, то вот они это все использовали, и Германия это хорошо знает.